У кого не нужно учиться сексу? Сейчас о сексе говорят многие, и можно заблудиться среди таких консультантов. Я вам скажу свое мнение, почему я не рекомендую некоторых слушать и смотреть, а вы уже решайте сами. Итак, на мой взгляд, о сексе не нужно учиться сексу у врачей. Ну, потому что, на мой взгляд, это вообще достаточно странно. Врач знает о устройстве организма человека и о болезнях, которые могут у него случиться по той или иной причине. И он рассказывает о сексе в этой манере. Ну, мне вообще, конечно, это дико. То есть секс это такой очень тонкий чувственный контакт двух людей. И почему-то люди считают, что врач об этом чувственном контакте знает гораздо больше вот них самих. И вот если вы хотите что-то узнать, как приготовить какое-нибудь вкусное блюдо, вы же не идете к врачу, который занимается желудочно-кишечными болезнями, и не спрашиваете, да, вот от какого продукта или от какого блюда может получиться гастрит, или там заворот кишок, или какое-нибудь там непрохождение, или понос, не дай бог, случится, вот если вы то или иное приготовите. Ну, понимаете, то есть как бы у вас акцент на то, что очень хочется что-нибудь вкусненькое. Вот как это вкусненькое? Кто об этом знает, как приготовить вкусненькое? Ну, конечно, повар. Повар шаманит, пробует, у него вся жизнь связана вот с этим таинством приготовления. Он знает все специи, все оттеночки. И говорит, вот этого добавьте, вкусненькое, вот этого добавьте. Ну, то есть он что-то знает о вкусе еды. Он знает то, как приготовить какое-то блюдо невероятно вкусно. Ну, а не врач. Врач другим занимается. То же самое касается секса, да. Секс, ну, запахи, вкусы, контакт с человеком, какая-то энергетика, соблазнение, игра. Подождите, ну, в медицинских вузах этому не учат. И я просто наблюдаю вот этот кошмар, что люди перенимают какой-то медицинский взгляд на секс и разговаривают о сексе из вот взгляда болезней, из взгляда каких-то медицинских терминов. Вот что-то там в гениталиях происходит, и такое страшное, и не дай бог что. И вот здесь куда-нибудь что-нибудь порвется, а вот здесь вот. Ну, вы вообще про секс говорите или про что? То есть вот очень-очень осторожно нужно относиться к словам врачей и слушать их только реально, если у вас какое-то заболевание. Но это не про секс, опять же, да, это про болезнь. Второе. Значит, я не рекомендую слушать о сексе, что говорят порно-актрисы. В силу такой специфической их работы у них немножко искажается, ну, даже множко искажается взгляд на секс. Опять же, секс – это контакт двух людей чувственный, это настройка. Он, вообще, секс людей начинается задолго до того, как они оказались в постели и вставили там что-то куда-то. Сколько до этого предшествовало все, коснулись руки и мурашки по телу побежали. Ну, что такое порно-актрисы, да? Они для того, чтобы картинка на экране была яркая, встают в совершенно невероятные позы, чтобы подлез куда-то оператор, чтобы было видно хорошо. Ну, они как-то должны что-то еще изобразить. И как сами они признаются, вот, да, я много смотрела интервью с ними, что здесь только работа. Вот работа именно актрисы по созданию такой картинки. Кому-то такая картинка, кому-то такая, и возбуждения там практически нет. Поэтому они используют кучу, ну, и стимулирующих веществ, да, и, ну, так, монтаж проходит очень удачно, чтобы была у вас такая яркая картинка. А сексом они занимаются дома. И он совершенно другой. Почему, как это, вот это, их партнеры, ну, относятся к сексу на площадке, как к работе? Потому что там нету чувства, там нету настоящего возбуждения. Есть некая такая имитация. И поэтому, если порноактриса что-то рассказывает, как она встала в какую-то позу, как вот там три мужика ее драли, да. Ну, ребята, это не про секс. Это про то, как она делала картинку на экране. А в сексе, как ни странно, в ее сексе, который доставляет ей удовольствие, может быть очень много проблем. И она точно так же может каких-то вещей смущаться. Она может быть закрепощена и ничего не чувствовать. Или что-то чувствовать, но, да, вот совершенно в другом аспекте, чем это выглядит на экране. Поэтому, ну, да, вот не нужно делать такого переноса, если какая-то актриса что-то показала на экране, что все женщины так занимаются сексом. И все мужчины так занимаются сексом. Это не совсем про настоящий секс. И, наконец, третий учителя по сексу. Это такие генитальные коучеры. Это ребята и девчонки, которые сосредотачиваются на гениталиях. То есть очень скрупулезно их рассматривают и сводят секс к механическим приемам на этих гениталиях. Типа, я крутой мастер, я знаю, какие точки есть, как нажать, как ласкать, с какой ритмичностью, чтобы у всех было максимальное удовольствие. И они это всерьез. То есть все крутится вокруг гениталий. Ну, понимаете, у меня это вызывает просто какой-то стопор. У меня все время такое, вы про что такое говорите? Есть женщина, и она возбуждает мужчину целиком. Вот как она двигается, у нее такая фигура, у нее сисечки, у нее попочка. Она как повернется. А если ее прижмешь, так она пахнет. А какая у нее кожа? И вот это все, и смотришь на нее. Она, пожалуй, уже и мысли только, чтобы ее обнять, и потом войти, и вообще наслаждаться. Вот это все. А нам что они говорят? Не-не-не-не. Вот у нее есть там точки. Ну, их надо вот правильно тереть, для того, чтобы она возбудилась. Если женщина не возбудилась на мужчину, то есть, да, для женщины теперь, да, есть прекрасный мужчина, и когда она смотрит на него, она начинает с ним так играть, да, вот как это, ну, соблазнять. А вот посмотри на меня, а посмотри на мои сисечки, да, на мою... Вот такой вот глазками стреляет. И она представляет, что вот это сближение с мужчиной, сколько кайфа ей принесет, потому что он ее обнимет, потому что он ее поцелует, он где-то там, не знаю, в шейку ей подышит, волосики там будут летать у нее, да, потом по почке погладит, а потом войдет вот этим вот своим возбужденным инструментом, и у нее вот все от этого аж трепещит. Ну, опять, а ей говорят, нет, нужно 10 раз, значит, член вверх потрогать, 10 раз член вниз потрогать, значит, вот так вот правильно за яички схватить. Ну, доходит вообще просто до абсурда. Вот просто недавно посмотрела видео одного такого специалиста, и он, значит, показывал, как нужно правильно, значит, женщину ласкать, чтобы там, сейчас даже попробую изобразить, значит, надо вот свою руку, сесть между ног женщины, вот она лежит перед мужчиной, поставить руку прямо по центру, значит, клитор, и чтобы ровно, и если ваш локоть чуть-чуть в сторону уйдет, все, друзья, все пропало, женщина никакого удовольствия не получит. То есть вот надо вот так подбираться и так входить внутрь ее вагины под правильным углом, не дай бог, вбок. Я была в ужасе, потому что я представила, как я прихожу к такому мужчине, значит, ну, у нас что-то такое пошло, потом я ложусь, и он начинает мне вымерять правильно угол. Меня как-то класть вот это, мне, значит, что-то раздвинет, потом это, не дай бог, мне не шевелись, иначе угол сорвется. Понимаете, ну что это такое? Ну что это? Я понимаю, откуда у них это берется. Нету в культуре понимания, что секс это, ну, не знаю, чувственно, интеллектуально, эмоциональный контакт двух людей. Должен быть он. Это очень сложный процесс. Именно поэтому сложно получить людям, ну, вот, хороший секс. Столько должно всего сложиться. А там все время предлагают какие-то приемчики, которые вот любую женщину возьмут, и ей будет вообще хорошо. Да не будет. Хоть ты под каким углом там ей будешь руки ставить. То есть, ну вот, ну, чему вас могут они научить? Ну, какой-то механике. Ну, может быть, она иногда даже и ничего. Но удовольствие, понимаете, нам важно в сексе удовольствие, наслаждение, вот это вот, а-а-а, улететь. А они, вот эти механические моменты, они настолько незначительны, настолько ничего не решают, что сводить секс к ним, ну, это, конечно, это очень грустно. Поэтому, друзья мои, не нужно сильно увлекаться врачами, не нужно думать, что порно это самый классный секс, и слушать таких вот генитальных кучеров тоже нужно поменьше. Доверяйте больше своему чувству, женщине, с которой вы общаетесь, или с мужчиной. Исследуйте, вот вы, исследуя конкретного партнера, какого-то своего, вот что ему нравится, от чего он откликается, гораздо больше набираете опыта, вот если у вас еще несколько партнеров, они каждый по-разному реагируют, чем какой-то учитель будет вам что-то такое рассказывать. Подписывайтесь на мой канал, я говорю о сексе с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!